Сразу два замечательных события произошли на станции Евсина в минувшую пятницу. Здесь открыли благоустроенную придомовую территорию и настоящий парк в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Работать здесь планировались еще четыре года назад, но заявка была одобрена только в этом году. И результат превзошел все ожидания. Смотрите репортаж. Раньше здесь был только пустырь со старой бетонной дорожкой, а теперь хорошая прогулочная зона с красивыми скамейками, беседками, уличным освещением. Каждый элемент благоустройства был согласован с жителями еще на стадии проекта. Результатом довольны все. Вот расцветает все, ну это видно все. А у нас двор посмотреть, мы там живем. Прекрасно все. Вот этого убранства нам надо было, чтобы детям было тут развлечение. Что сделали, все хорошо. Молодцы, молодцы. И детям есть где погулять, и взрослым есть куда выйти, посидеть. Слава Богу, слава Богу. Очень нравится. Молодцы, что так сделали все. Прямо. Я счастлива, честно сказать, что тут есть какое-то движение вперед. Главным украшением нового парка стал фонтан. Все жители Евсина проголосовали за его строительство. А теперь с нетерпением ждут пуска. Три, два, один. Пуск! В рамках благоустройства на территории высадили 1200 зеленых насаждений. И все руками самих жителей. Здесь же в парке появилась и детская зона. Малыши в восторге. Но это не все. Рядом на улице рабочие, сразу у трех квартирных домов преобразили придомовую территорию. Ребятни всех возрастов теперь ездят провести время. А задача жителей – сохранить все, что построено, и благоустраивать дальше. Не думаю, что это финальный, скажем так, этап. Потому что все равно будем что-то добавлять, что-то будем видоизменять. А сейчас надо, самое главное, сохранить то, что вот сейчас создано. И улучшать. Потому что жизнь на месте не стоит. Сам парк, он очень удался. Поэтому глава Естинского совета, молодец. Хороший проект разработали, сделали они. Ну, конечно, это работа с людьми была прежде всего. Люди желали. И пожелание людей оно сегодня исполнилось. На станции Ефсина исторически не было своего центра. Теперь, без сомнений, он есть. А с наступлением темноты парковая зона становится еще краше. Даже малышню сложно загнать домой. Здесь хочется гулять, любоваться рукотворной красотой и думать о хорошем. Естинцы этого бесспорно заслужили.